Приветствую сегодня всех вас здесь. Сегодня проведу небольшой тренинг на тему фишки Яндекс.Почты. А именно расскажу о двух способах, как получить много адресов на одну почту. Меня зовут Астанина Кристина, я из Томской области, село Парабин. Итак, сразу к делу. Для чего вообще вам пригодятся эти две фишки, два способа? Ну, во-первых, это экономия времени. Вам поможет сэкономить время. Так как соцсети, сайты, доски объявлений, наши рабочие, на которых мы работаем, ищем все партнеров, требуют всегда при регистрации электронной почты. И чтобы каждый раз не регистрировать какую-то новую почту, если вдруг на одном из сайтов вас заблокировали, и вы уже там какую-то использовали свою почту, вам нужна другая. Чтобы каждый раз не регистрировать новые, вы просто воспользуетесь одним из этих способов и получите много вариантов почт, которые будут привязаны к одной основной. То есть все письма будут приходить, не важно, каким адресом вы воспользуетесь, будут приходить на одну основную почту. Это удобно и быстро. Какие инструменты понадобятся для первого способа? Ну, само собой, Яндекс.Почта. Понадобится лист Microsoft Excel и текстовый документ, блокнот. Кратенько расскажу первый способ и покажу его затем. Мы регистрируем почту на Яндексе, используя адрес при регистрации точки. Чем больше точек, тем больше вариантов вы получите. Варианты адресов почты получаются за счет смены точек на тире. Также варианты новые получаем за счет смены доменных имен почты. Окончание. Их 7 штук. И вот за счет комбинирования второго и третьего пункта этого списка мы получаем очень много вариантов почты. Если, допустим, мы поставим одну точку в адресе, когда регистрируем, допустим, кристина.останин, собака, Яндекс.ру, то мы получим всего лишь 14 адресов. Если без точки, то всего лишь 7 адресов за счет смены окончания. Если поставим две точки, то уже у нас получается 28 адресов. Чем больше точек, тем больше вариантов. Сейчас я вам покажу, как это все делается. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы видите мой экран. Если кому-то экран не видно, перезагрузите комнату. Я камеру отключу, чтобы ничего не подвисало и не мешало. Первым делом мы заходим на Яндекс.Почту. И нажимаем кнопку регистрации. Вводим имя, фамилию. И вот здесь нужно нам придумать илогию. Давайте возьмем, который нам предлагают, и я его много-либо изменю как-нибудь. Ну, просто для примера поставлю точки где-нибудь. Вы, конечно, сделайте сразу красивое имя себе. И пускай здесь еще точка будет. Покажу вам с тремя точками вариант. Три точки. Теперь нам нужно поставить пароль. Повторить его. И если не хотите привязывать номер телефона, то можно нажать кнопку мнения телефона. Здесь выбрать вопрос, который вам подходит, на который вы точно запомните ответ, и вводите у него ответ. И нажимаем кнопку зарегистрироваться. Вот, наша почта готова. Что мы делаем дальше? Если вы вдруг не успели записать окончание почты, да, какие я показывала, 7 вариантов, то вы можете их посмотреть прямо здесь, в своем личном кабинете в Яндекс.Почте. Нажимаем на кнопку, вот эту шестереночку, и переходим в личные данные, в подпись Портрет. И вот здесь у нас есть все варианты, которые я показала. Я.ру, Яндекс.бай и так далее. Вы переписываете себе куда-нибудь в блокнотик, вот как я сделала, и сохраняете. Также здесь же можно подглядеть некоторые уже готовые комбинации и переписать их. Но они здесь представлены не все. Самые такие очевидные. Видим, да? Здесь везде точки, здесь везде тире, здесь точки опять. Окончания меняются. Черезаются точки с тире. Итак, мы копируем наш адрес. И вот сейчас нам нужен файл Excel. Я его создаю. И сразу создам блокнотик. Открываем MyPoSoft Excel. Нам понадобится два первых столбца. Мы расширяем, чтобы удобно было работать. И здесь расширяем. Вставляем в первую ячейку наш адрес. Я удаляю окончание. Оставляю только логин. Маленько не так. То есть вставляю только встанем на стиле, да? Без собака Яндекс. Вот так. Во второй столбик мы ставим уже наше окончание. Вставляем. Что мы делаем дальше? Делаем вот что. Вот эти варианты с точками просто прикрепляем к этим окончаниям. И получаем 7 почт. Можно вот так вот растягивать. И они просто прикрепляются. Дальше что делаем? Мне все-таки не нравится. Теперь мы копируем первую почту без изменений. Вставляем. И меняем первую точку на тире. Копируем эти окончания. Вставляем их ниже. И вот этот уже вариант с тире мы тоже растягиваем на все эти 7 окончания. Теперь опять копируем этот вариант. Здесь мы вернем точку. И поменяем вторую точку на тире. Опять копируем вариант окончания. Вставляем и совмещаем с измененным нашим адресом. Опять копируем. Вставляем. Меняем теперь уже третью точку на тире. Опять копируем наши варианты окончания. Вставляем. И растягиваем. Так, дальше. Опять мы копируем. Вставляем. Теперь мы меняем первые две точки на тире. Первые две точки на тире. Опять прикрепляем окончание. Растягиваем наши варианты. Опять копируем. Опять вставляем. На этот раз мы меняем вторую и третью точку на тире. Вторая у нас уже на тире поменена. Меняем третью на тире. Опять копируем окончание. Ставим. И растягиваем наш готовый вариант. Теперь опять копируем. Вставляем. И меняем первую точку на тире. И третью точку на тире. Копируем наше окончание. Ладно, выше скопируем. Что-то тут на паке сделаем. Теперь вставляем. И опять растягиваем. И сейчас будет последний вариант. Мы копируем наш готовый вариант. Вставляем. И теперь все точки меняем на тире. И опять наше окончание. Копируем. Поставляем. И растягиваем наш готовый вариант. Итого у нас получилось. Имя адреса с тремя точками. У нас получается 56 адресов. Которые вы можете использовать для регистрации на каких-либо сайтах. Да, запись будет. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам понятно было, как это сделать. Если что-то непонятно, поставьте минус и напишите ваш вопрос. Я подожду. Само собой нужно будет пересмотреть, возможно, эту инструкцию, запись будет. И пошагово за ней повторять. Да, все письма будут привязаны к одному вот этому основному ящику, который мы в самом начале зарегистрировали. Все будут привязаны к нему и все письма будут доходить именно к нему. То есть для того, чтобы получить доступ к всем письмам от всех этих почек, вам нужно будет знать только один логин и один пароль. Еще есть какие-нибудь вопросы? Поактивные плюсики поставьте, чтобы понимал, что все поняли, и мы можем двигаться дальше. Если вопрос все-таки какой-то возникнет, вы можете в течение вебинара его написать. Желательно к концу я отвечу. Да, запись будет. Итак, переходим ко второму способу. Второй способ. Мы также регистрируем почту с любым адресом в этот раз, который захотите, который вам нравится, который легко запомнить и вам будет удобно с ним работать. Наличие точек, тире в адресе не помешает. То есть если вы хотите как-то с точками, с тире, да, либо у вас уже есть вариант, как я сейчас показывала, да, такая почта. Допустим, вы знали этот способ до того, как я показала, и у вас такая почта есть. Вы можете использовать даже ее. И второй пункт. При регистрации на сайтах, досках объявлений или в соцсетях перед собакой ставим порядковый номер плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре и так далее. Хоть до миллиона и дальше. Таким образом мы получаем более миллиона вариантов комбинации уникальных почтовых адресов, которые привязаны к одному основному адресу. То есть и в этом случае, так же, как и в первом, вы все письма со всех ящиков, которые будете использовать, будете получать на один основной. И сейчас я вам покажу, да, как это вообще все будет. Моя экрана видно? Поставьте плюсик, пожалуйста. Так. Видно, да? Отлично. Ну, например, я этой же почты покажу вам. Будем регистрироваться в Фейсбуке и в Твиттере. Я проверяла также этот способ и на досках объявлений нескольких, и в Инстаграме, и в других соцсетях, соответственно, тоже примут этот адрес. Я не думаю, что Яндекс упустил бы это, да, если бы какой-то сайт не воспринимал бы этот адрес. Итак, вводим имя, помилю, вставляем нашу почту. А, извините, я не показала вам, как теперь соединить наши вот эти почты. Давайте я вам сейчас покажу. Для чего нам вообще блокнота нужен был? Мы его открываем? Сейчас позапутаю вас еще. Открываем наш Excel, где мы делали наши почты. Мы их все выделяем теперь, все наши варианты, какие получились. Копируем. И идем в блокнот, вставляем. И смотрите, нам теперь надо как-то соединить, да, эти пространства. Что-то опять неправильно. Вставим. Чтобы нам соединить, нам надо теперь убрать пространство, эти пробелы между нашим логином и нашими окончаниями. Мы его просто копируем, это пространство, и заходим в правку. Дальше мы нажимаем заменить. Заменить. Вставляем. Это пространство здесь, мы ничего не пишем. И нажимаем заменить все. Все готово. Наши адреса составляем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, я вернулась. Меня слышно, ребята? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Браузер завис, и я отключился сам. Так, хорошо, я вернулась. Вы видели, успели досмотреть, как именно совместить логины с окончаниями, чтобы получилась единая почта? Хорошо. Все, двигаемся дальше. Сейчас я открою вам экран опять. Экранчик мой виден, да? Идем мы на Facebook. Так, сейчас мне придется мне в почту заходить заново. Все позакрывалось. Сейчас авторизуем все в нашей почте. Вводим логин. Следующий выбираем. Вводим пароль. Войти. Так, вошли мы на нашу почту. И вот сейчас вам покажу второй способ, в чем вообще заключается, да? Вводим нашу имя и фамилию. Для примера, взяла Facebook. Потому что здесь не нужно подтверждать номер телефона, а просто вводим почту и все. Копируем нашу почту. Вставляем. И вот смотрите, вот здесь перед собачкой мы ставим порядковый номер. Плюс один. Когда вы будете регистрировать следующую страницу, вы поставите плюс два. Ногую страницу плюс три. То есть каждый раз вы будете ставить здесь новую цифру, и тем самым вы получаете новую почту абсолютно уникальную, которая проходит и воспринимается как абсолютно другая, да? Не та, которую вы использовали уже. Теперь мы повторяем эту почту. Поставляем. Я проверяла даже миллион, здесь вводила. И письма доходили. Введем второй. Вбираем дату рождения. Какую-нибудь там женщину с тарцем. Все, у нас почту принял, прошел. И мы ждем письмо. Вот оно, сразу пришло. Мы ввели плюс один. Если вы введете плюс два, плюс три и так далее, да? У вас также будет доходить письмо, и все нормально проходит. Второй способ, мне кажется, намного проще, быстрее. Можно создать абсолютно любую почту. Можно просто, там, допустим, фамилию свою собакой, яндекс.ру, да? Без точек, без тире. И у вас уже есть миллион почт, которые вы, я думаю, за всю жизнь не зарегистрируете на всех сайтах. Просто нескончаемый запас. И давайте отправим письмо на какую-нибудь из этих почт. У меня варианты не сохранились. В блокноте. Сами себе напишу письмо, сейчас напишем. Написать. Кому. Вставляем вариант, какой мне первый попался. И впишем в своем окончании. Тема проверки. Что мне нужно здесь отправить? Ну вот, письмо нам дошло сразу же. Все работает, все отлично. Пользуйтесь, регистрируйте аккаунты. Есть какие-нибудь вопросы у вас? Может, что-то было непонятно, может быть, что-то упустили. Поставьте минус и напишите ваш вопрос. Я подожду, я отвечу на него. Если все понятно, ставьте плюсик. Ну вот, смотрите, допустим, я тут взялась активно работать в Инстаграме. Чтобы работать в Инстаграме, иметь много откликов, да, и чтобы при этом меньше блокировали, нужно регистрировать много аккаунтов. И чтобы получить много аккаунтов, там, конечно же, нужно будет при регистрации вводить именно электронную почту. Можно, конечно, ввести какую-нибудь абракадабру. У меня некоторые вводила почту так. Но вы не сможете подтвердить свою регистрацию. И, возможно, это тоже как-то подвляет на ваш банк. Поэтому почту лучше вводить, которая на самом деле существует, на самом деле зарегистрирована. И вот таким вот вторым способом я зарегистрировала себе 10 аккаунтов. Это очень быстро, удобно, и не приходится каждый раз регистрировать новую почту. Также на досках объявлений, допустим, есть некоторые доски объявлений, которые дают очень много откликов, но постоянно блокируют. HandHunter, насколько помню, именно из этой серии, да. Вот там-то тоже пригодятся очень много почт. Также в соцсетях, если вы делаете много страничек, вот как в Facebook, да, там не требуется какой-то номер телефона, поэтому вводите почту, и чтобы каждый раз новую создавать, какую-то непродумывательную тему, не сохранять, а просто зарегистрировали одну на Яндексе, и у вас уже после регистрации сразу же миллион почт. У вас один логин, один пароль, а мы при этом тысячи адресов. И при этом привязаны они к одной почте, все письма выходят в одно место. Так, все понятно, да, ребята? Тогда я запись отключаю. Вам спасибо за внимание, надеюсь, было полезно вам. Используйте в работе, делитесь новичками. Всем спасибо, пока и успех вам! Субтитры сделал DimaTorzok